Привет дорогие друзья! Опять к этой теме. Ну эта тема сейчас многих волнует, потому что эта тема вышла далеко за пределы шоу-бизнеса, знаете, там Евровидение. Многие считают, что это чисто для забнеприводных там конкурс. Я, допустим, считаю, что прикольный конкурс, почему бы не поболеть, да? То есть люди разные, разноплановые люди по-разному относятся. По-разному относятся к Евровидению, к необходимости отправки туда участников, к результатам и тому подобное, да? Были уже конкурсы эти, когда они были чисто политизированы. Вы помните, конечно, Джамалу с ее песней-однодневкой. Но при этом, ведь, ну, намного с перехлестом уже оно затрагивает интересы людей, которые смотрят на это. Они могут быть вообще музыку не любить, но они видят, что происходит. А происходит то, что заседание политбюро ЦК КПСС решает, кого отправлять, а кого не отправлять, несмотря, плюя на мнение людей, которые выбрали вот эту вот девочку. Нравится она, не нравится? Вы знаете, я еще читаю комментарии какие. Посмотрите, она выглядит как. А что надо? Юбка ниже колен, да? Ну, давайте, расскажите, что она в платке, чтобы была, правильно? С усами под носом. На самом деле, на самом деле государство, конечно, вмешивается туда, куда его вообще никто не просит вмешиваться. Мало того, что не помогает ничем, ни деньгами, ничем не помогает. Они ей устроили этот договор, типа, который она должна подписать. Если что-то будет не так, если она лишний шпагат сделает, она должна оплатить 2 миллиона гривен в качестве компенсации. За что? Вот тут я не понял, я споткнулся на этом моменте. За что? Если государство не помогает, так за что она должна платить компенсации, знаете? Ну, это же рогули. Умом их не понять. Но я бы хотел понять еще кое-какие граждане. У вас тут есть сюрприз. Сюрприз и подарок. Люблю подарки. Люблю. Читаем. Это высказался Притула. Притула, в свою очередь, добавил, что ему жаль, что певицы с такой любовью говорят о своих родителях. Ему очень жаль, что их родители, делая свой выбор, не подумали, какую боль они могут нанести им. В перспективе. Это про дуэт Анна-Мария, высказался Притула. Ну и, конечно же, его тупые наезды на вот эту девочку-представительницу от Украины, которые сейчас ставят палки в колеса, вы тоже все помните. Давайте посмотрим на следующие фотографии. Смотрите. Это Притула Верховная Раде. Кривляется. О, кривляется Верховная Раде. Видите? Вы скажете, ну, я тоже могу прийти и покривляться Верховной Раде. Не, не очень. Не очень. Ему позволено было, видите, покривляться со святая святых. Там Порошенко выступал, кстати. А вот это вот он троллит ну, это типа шутка. Смотрите. Брата Добкина. Видите? Ах, это смешно. Ох, ну, Притула, потому что Притула юморист. Это смешно, потому что Притула юморист. Что он так часто делает в Верховной Раде? Кто ему поразрешает этот и все такое прочее? Просто про родственников он любит говорить. Так я тоже напомню про родственников. Знаете, кто такой Виталий Хомутынник? О, это один из столпов партии регионов. Он и сейчас в Верховной Раде. Самолеты у него, пароходы, все, что хочешь. Все, что хочешь. Карающая рука правосудия не настигла его, потому что злые языки говорят, что он сейчас тесно сотрудничает с Порошенко. Так вот, нардеп Виталий Хомутынник породнился с Сергеем Притулой. Просто такое хорошее совпадение такое в жизни Сергея Притула, который любит рассказывать про родственные связи. Дело в том, что сестра жены Хомутынника вышла замуж за Притулу. Ой, хороший такой союз, крепкий. Мне очень понравилось то, что Притула говорил о родственниках. И вот тут его спрашивают, как в одной семье соединились бывший депутат партии регионов и чувак, который волонтерит, ну это он сам себя вернее спрашивает, чувак, который волонтерит на востоке, который регионалов не очень любит. А тут он объясняет, у нас могут быть кардинально противоположные взгляды на состояние дел в стране, на его работу, как депутата и партии. С другой стороны, он не лезет в мою работу, не рассказывает, как мне жить. Если у кого-то есть претензии к Виталику, к Виталюшке, в связи с его депутатской деятельностью, эти люди имеют возможность прийти и высказать свои претензии ему. То есть, у девочек из дуэта Анна-Мария, которые проживают на территории Украины, которые говорят, что украинке, все, мы хотим выступать за Украину, у них с их родителями не может быть разных взглядов. Это у притулы со своим родственником Виталиком могут быть разные взгляды. Какой хитрый притула, молодец какой. Принципиальность наше все, да? Ничего, что ты не пойдешь и не плюнешь ему в лицо, Виталику. Да потому что Виталик не лезет в мои дела. А родители этого дуэта Анна-Мария точно лезли в их дела? Но у нас еще есть кое-кто. У нас еще есть кое-кто. У нас есть еще один член жюри. У нас есть еще один член жюри. Вы говорите, что пусть ваша музыка и творчество лучше говорят о вас. Вот Джамала, например, вышла на сцену, спела о том, о чем у нее болит, о выступлении Джамала на Евровине 2016 года. Это была песня о Крыме. И там была понятна и позиция, и текст песни, и музыка. Все это в целом сработало. Я думаю, что это интервью в любом случае не останется просто так. Вам придется еще не раз, возможно, и много раз, или для европейского сообщества, или для нашего украинского находить какие-то слова. Потому что, извините, пожалуй, это вчерашнее интервью, это полная жопа для вас. Это высказался еще один член жюри. Некто Евгений. Евгений. Зе манекен. Зе манекен такой. И он абсолютно прав, потому что вот уже продюсер Евровидения обратил внимание. Это то самое европейское сообщество. И заявил, что Евровидение не может быть политическим. Взгляды артистов вне сцены не имеют значения. Да что ж такое, невезуха такая. Европейское сообщество заметило, да не с той стороны. Опять опозориться можно. Но я еще раз вчитался в то, что он рассказывал. Этот зе манекен. Зе манекен Евгений. Вот такое с сознанием дела рассказывал. Вы знаете, вообще, вот говорить что-то о людях, которые там что-то не совсем патриотично себя ведут, можно. Это если ты кристально честен и чист. А к чему я веду? И вот он сейчас, возможно, напряженно смотрит это видео и думает, к чему он нафиг ведет? Вконтакте. Зе манекен группа. Ну тут анонсы, анонсы. Я буду выступать тут, я буду выступать здесь. Отмотаем на февраль 16-го года. 26 февраля он просто запостил фоточку. Смотрит в небо. Там, возможно, летит космический корабль, короче. Союз. Да? Здесь какие-то анонсы онлайн-конференции. И анонсов выступлений никаких нет. Это очень интересно. Как вообще-то под покровом ночной темноты, знаете, прокрался. Ибо у него было выступление. Было. У нас все ходы записаны. Зе манекен. 26 февраля 2016 года. Так. Евгений Филатов. 26-е, 02-е. Белка и Стрелка. Ночной клуб. О, боже. Краснодар. Да быть такого не может. Добавлен анонс 22 февраля 2016 года. Послушайте. Ну, может, он не выступил, а? Анонс-то они добавили 26 февраля? Может, он не выступил. Просто патриотические, как бы, как оно. Позывы. Позывы вызвали в нем отвращение к этому выступлению в стране-агрессоре. Не, вроде как не вызвали. И вот уже, пожалуй, пожалуйста, приглашаю посмотреть фотоотчет. Да, судя по аэропорту, все как надо. Видите? Вот он уже. Ура! Краснодар! Краснодар! Кроме того, вот, пожалуйста, его выступление. Выложено на YouTube. 5 апреля 2016 года. Белка и Стрелка. Россия. Краснодар. И в очередной раз, вот я так себе думаю. Какой же нахрен цинизм должен быть в этих людях? В этом сборище, партактиве, вот в этом. Который осуждает людей Джамала, да? Вот этот Евгений Филатов, зе манекен. Который, притула прородственников, имеет право говорить. Вот я не могу понять, какой же там уровень цинизма, зашкаливающий в головах у этих людей. И какое же нахрен они имеют право кому-то что-то говорить. В Библии об этом сказано очень четко. Вот ты говоришь брату своему, достань там соринку из глаза. А ты сначала бревно достанешь с глаза своего. Аминь. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока. Маруш, держись. Хорошо, идите в зал. Я сейчас приду, послушаю, какой вы музыкант. Да. Вот часть третья, пункт третий, подраздел Б. Обязанности артиста ансамбля. Выступать в единой для каждого коллектива утвержденной концертной форме. Выходить на эстраду в порядке определенной руководителя. В процессе работы слить за качеством и умеренным звучанием инструментов. Осуществлять мероприятие повышения идейно-теоретического профессионального уровня. Запрещается. Самовольно уходить с эстрадой по каким-либо причинам, кроме оказания милиционерской помощи. Ходить по залу ресторана.